Друзья, всем привет! Вы на канале Все на Лыжи и меня зовут Александр, я ведущий этого канала. Кто еще не знал? Так вот, ребят, сегодня тема нашего выпуска называется «Убираем седину». И седину мы будем убирать на лыжах «Росиньол». Именно вот эти лыжи «Росиньол» у меня в единственном экземпляре, но почему-то у них такая проблема, они постоянно сидеют. Вот хоть ты треснешь, 30 километров и все. Пока они были новые, такой проблемы я как-то не замечал. Буквально полтора сезона пробега и все, эта проблема прям вылазит чуть ли не каждую тренировку. 30 километров, все, канты седые, канты седые. И как-то товарищи писали, что делать, типа, что перешлифовывать или что. Да я, короче, вообще не парюсь, пацаны, я просто беру их и парафеню, и немножечко полирну. И вот сегодня мы посмотрим, как эта седина у меня уйдет. Вот такая седина, вы сейчас ее видите на своих экранах, так вот она выглядит. Нет ничего критичного, но просто для любителей иногда это вызывает какие-то проблемы, они сразу кидаются в панику и думают, что же с этим делать. Наверное, надо перешлифовывать структуру или еще что-то. Да нет, ерунда все это, как бы с этим можно жить, и ничего в этом страшного нет. Фишера себя, кстати, так не ведут. Так вот, сегодня я хочу наложить парафин. Во-первых, это база, у нас сейчас стоят такие морозы, минус 20 и сухая влажность, минус 20-25 на тренировку выходишь. В одном из своих видео мы говорили о парафине на основе графита. И конкретно говорили вот об этом базовом графитовом парафине, о его свойствах, о том, что он как бы убирает статическое электричество, которое возникает в результате сухого трения. И кто хочет, кому интересна эта тема, то вот вы можете посмотреть ролик, вот здесь он будет прикреплен. И первым слоем мы наложим вот этот вот базовый парафин, а вторым слоем это будет LF минус 12, минус 32, холодный парафин. Итак, погнали, не будем долго рассусоливать. Этот парафин у меня давно, я его еще за 1000 рублей покупал, этот брусок. И так толком и не пользовался, и не знал, как и чем, и для чего он, короче, нужен. Может быть, пару раз я пользовался, а может быть и нет. Он туго плавкий, он очень плохо наносится, он такой противный. Кто-то, кстати, туго плавкий парафин и наносит с помощью терки. Сначала теркой проходят, его натирают на поверхность, а потом уже вплавляют его в структуру вашей лыжи, в структуру скользящей поверхности. Он такой черный, видите, да, на утюге, как он выглядит, такой противный, мерзкий цвет. Вот. Этот момент я сейчас перемотаю, ребята. Еле хватило длины утюга. Так, погнали. От мыска к пяточке проходим, да. Кстати, температура плавления этого парафина 140 градусов. Я выставляю где-то 150-160, когда как. Так, кому интересно, какой у меня утюг, у меня утюг в аухте, он может разогреваться до 200 градусов. Но с высокими температурами надо быть аккуратно. Наша задача сейчас разогреть в полной мере нашу скользящую поверхность, для того, чтобы раскрылись поры и для того, чтобы эти поры впитали этот базовый графитовый парафин. Смотрим, везде ли он вплавился. Вот здесь вот косячки. Раз. Самое главное, не пережечь сейчас структуру. Я еще люблю проходить желобки. Тогда вид нашей лыжи прям такой законченный получается. Прям красивый. Так, этот момент я сейчас тоже перемотаю. Это никому не интересно. Так, ребят, пока наши лыжи немножечко остывают, я их даже, наверное, сейчас на улицу отнесу, там как раз холодно. Это немножко ускорит процесс. Я вот что хотел сказать, ребят. Этот контент создается чисто в развлекательных целях. Я никого здесь в этом видео не учу, я просто немножечко где-то поделился там своим опытом. Какому-то любителю, возможно, этот опыт и понадобится, да? Поэтому не судите строго. Может быть, я где-то что-то неправильно делаю. Может быть, это как-то чисто из своего опыта. Но у меня всегда лыжи работали, всегда лыжи катили. И сегодня мы вот этот черный парафин, вот этот черный парафин, черный, 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 мы его тоже кладем как бы в экспериментальных целях. Просто в предыдущем видео мы очень много о нем говорили. Говорили о том, что такое статическое напряжение, которое появляется на скользике, как оно появляется. И вот оказывается, этот черный парафин на основе графита очень помогает нам при сухом скольжении в морозную погоду. Ссылку я вам оставлял. И вы посмотрите, кстати, эта ссылка будет еще в описании под этим роликом. Все, я понес лыжи на улицу, а мы встретимся с вами чуть-чуть позже. Итак, ребят, все, 10 минут прошло. На улице эти лыжи побыли, поры сузились, структура лыжи напитала парафин, микропоры наполнились этим парафином. Пришло время снять этот черный мерзкий парафин. Сначала мы начинаем с желобка. Короче, я этот весь процесс сейчас, ребята, перемотаю, чтобы вас сильно не перегружать этим видео. Процесс будет выглядеть так. Так, сначала я убираю парафин из желобков вот этим вот карандашиком, потом я убираю скантов вот этим вот местом, и потом уже, ну, основная обработка скребком идет. После этого я перейду к щеткам. Вообще нужно, у кого есть, тот пользуется сначала вот этой латунной, либо бронзовой щеточкой, а потом уже полирует ее синим нейлоном. Я буду проходить сначала грубым черным нейлоном, роторной щеткой, а потом стальной щеткой. И потом можно будет полирнуть. Но так как это базовый слой, мы его не полируем, потому что сверху мы будем ложить, ложить или класть, меня потом задолбят за это слово, потом в комментариях. Потом мы будем класть парафин по погоде. Будем правильно изъясняться. Все, погнали. Этот момент я тоже сейчас перемотаю. Так, камера включения. Итак, ребят, мы сняли этот парафин, черный. Недаром я на него ругался. Это противный, очень мерзопакостный парафин, который очень тяжело снимается. Если у вас скребок не наточен, то вы просто, блин, убьетесь насмерть, пока его снимете. Кто-то, кстати, снимает парафины, вот эти вот холодные, их немножко подогревает. Но я почему-то так не делал никогда. Ну, не знаю. Лучше немножко помучиться, но сделать правильно. Ну, я не говорю, что это неправильно там нагревать, но мне кажется, так более эффективно получается. Вот, теперь мы проходим щетками. У кого есть это латунная, у кого нет, это вот роторный. На второй скорости. Погнали. Все, этот момент тоже перемотаю. Сначала мы грубой, грубой черной щеткой, нейлоновой, а потом уже стальной. Погнали. Так, замечательно, ребята. Этот мы противный парафин сняли. Все, теперь кладем парафин по погоде. 12.32 и левка. Все, сейчас мы пройдем еще немножко бумагой туалетной. Без бумаги туалетной вообще, ребят, никуда. Все на ней держится. Вот все это еще убираем, этот черный парафинчик. Как он тяжело снимается, это просто жесть. Кто никогда не пользовался этим графитовым, базовым парафином, даже не начинайте, потому что это какое-то мучение. Если у вас нет роторной щетки, это просто будет... Так, на утюг тоже тут мне прилетело этого черного противного парафина. Мы его сейчас... О, замечательно. 12.32 и левка. Это, по идее, тоже тугоплавкий парафин будет. Я с ним примерно так же буду мучиться. Все, если это тугоплавкий парафин, значит, мы его вот так вот змейкой сейчас нанесем. Потому что холодные парафины... Вот так вот натиранием, как я делал первый раз, они очень плохо натираются. Итак, друзья, я, блин, терпеть не могу работать с тугоплавкими парафинами, это какое-то мучение, если честно. Да, наверное, ни один лыжник-любитель не любит этим заниматься. Поэтому и отдают сервисерам свои лыжки. Они профессионалы, пусть они этим занимаются. Ну все, ребят, давайте увидимся через 10 минут, когда мы будем снимать этот тугоплавкий, нехороший парафинутюг, мы его убираем. До встречи. Итак, друзья, 10 минут прошло, мы продолжаем нашу обработку, и наша задача на сегодня это убрать седину с наших любимых рассиньолов. Мы обработали их графитовым парафином, как базу БВГ, и сейчас нанесли сверху холодный парафин ОЛЭВК 1232. Минус 1232. Этот противный твердо... тугоплавкий, вернее, парафин. Его очень сложно снимать, но мы этим займемся. Процедура такая же, единственное, что мы добавляем сейчас шлифовку в самом конце. Этот момент я сейчас быстренько перемотаю, и мы увидимся уже в конце. Сначала мы делаем карандашом, проходим желоба наши, потом края конта, конты проходим нашим скребком, и уже начинаем основную обработку скребком, ну а потом уже щеткой. Все это вы знаете, все это видели. Итак, погнали. Кстати, друзья, кто работает с тугоплавкими парафинами, да, с холодными парафинами, горячим способом, то есть греет их, да, сначала, а потом снимает, вы напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы это делаете. Мне очень интересно просто посмотреть, как этот процесс происходит. Может быть, я когда-то сам попробую это сделать. Все, погнали дальше. Готово. Так, стандартная процедура с нашими роторными щетками закончена. Сейчас мы смахнем эту пыльцу, которая осталась, и перейдем к полировке. Все, убрали. Роторная щетка поднимает очень много пыли. И берем нашу синюю нейлоновую щетку и начинаем полировать. Полируем, пока наша поверхность не приобретет такой черный, жирный такой цвет должен появиться у нас. Нейлоновая синяя щетка средней жесткости с этим справляется очень хорошо. Но я уже вижу, что седина исчезла, и можно смело ехать на тренировку. Не бояться, что мы где-то там испортим нашу скользящую поверхность. Итак, друзья, у нас небольшое включение из будущего. Всем морозного, доброго времени суток. Это Дальний Восток, на связи. В общем, ночью была температура минус 35, сейчас минус 23. Мы тестим эти ростики на графите. В общем, что хочу сказать. Графит едет. По определению, S2 сегодня вообще не должны были ехать. Абсолютно. Мне надо было хотя бы S1, если бы они у меня были брать. Либо мою холодную пару фишеров. Но я в форме эксперимента приехал и час откатал. Проехал я что-то около 16 километров, плюс-минус. Средний темп у меня показал 3,45. Обычно на тренировке у меня средний темп 3,30. Ну, вот в таком вот тренировочном режиме, не залазя в Анаэроп. В общем, что хочу сказать. Графит работает. Я напомню, что сверху я ложил парафин БВЛФ. Ой, я уже начинаю заговариваться. Просто я замерз капец. Как база у меня был БВГ с графитом. А вторым слоем у меня был ЛФ1232 морозный. В принципе, все работает. Можно было даже СА-шку ложить, потому что температура минус 23. И я уверен, что сейчас влажность воздуха где-то 55%. То есть, все работает. Графит, тема, рулит. Все, ребят, всем пока. Не бояться, что мы где-то там испортим нашу скользящую поверхность. Седина исчезла полностью. Единственное, что осталось, это небольшие, знаете, следы парафина. Когда холодный парафин наносишь, остаются такие вкрапления этого холодного парафина, ну, который просто не убирается. Его немного, но заметить можно. Все, отлично. Вот она полируется. Прямо на глазах лыжа преображается. Появляется этот жирный блеск, жирный лоск, который всем лыжникам так нравится. И мне в том числе. Просто красота. отлично. Ну все, ребят, не буду я больше занимать ваше драгоценное время. С задачей мы справились. Вы прекрасно видите, что лыжа блестит, седина абсолютно ушла. И можно ехать на тренировку, заниматься своим любимым видом спорта. Поэтому, ребят, у кого есть тросиньолы, да, в наличии, и вот такая вот проблема, кто, например, может быть, только начинает заниматься лыжным спортом, не пугайтесь, все это решается. Очень легко и просто. Все, ребята, с вами был канал Все на лыжи. Подписывайтесь, кто не подписался. И всем пока, всем спортом. С вами был Игорь Негода.